Всем привет! Доброе утро! Сегодня мы уезжаем из Самуи на Копанган. Я наконец-то покажу вам наш отель и наш хостел, в котором мы живем. Называется он New Hut Bungalow. Я оставлю ссылку где-нибудь внизу. На всякий случай, если вам понравится, вы захотите здесь остаться. Мы сняли здесь номера на 6 ночей, два бунгало и получилось одно бунгало две тысячи рублей. То есть с каждого человека по тысяче рублей. Здесь находится общая ванна и туалеты. Все очень чисто и опрятно. Вот так выглядит душевая. Ничего особенного, но самое главное, что чисто. Вот так выглядит наш отель. И здесь же вот пляж. Вот наш ресторан. Здесь же находится ресепшн и здесь же есть вай-фай, потому что в номерах вай-фая нету. Вот так вот выглядит наше бунгало. Внутри ничего особенного. Вот только два матраса, вентилятор, зеркало для вентилятора, выключатели, розетки, свет и все. Больше ничего, только вот это. Но на самом деле это тоже очень круто. И представьте, с каждого человека за шесть ночей тысячи рублей. Тысячу. Тысячу? Это два обеда? Я не знаю. Но это очень дешево. Поэтому, если вы хотите бюджетно отдохнуть, то вам сюда. Мы сейчас стоим около пирса и он называется Биг Будда Пирс. И отсюда на пароме можно поехать до Хадрина, стоит 200 бат. Мы на кораблике и он вот такой немного стрёмный и похож как будто корабль из 19 века. Через 40 минут мы уже будем на Копангане. Всем привет, доброе утро и мы уже на Копангане и сегодня новый день. Сейчас мы в своем отеле, скоро возьмем байки на прокат. У нас прям можно взять здесь в отеле, стоит 100 бат и 150 бат в зависимости от мопеда. Я оставлю ссылку также внизу в каком отеле. Копанган – это небольшой остров, который находится в 15 километрах от Самуи. Здесь вообще на самом деле немножко диковато, потому что 70% всей площади – это джунгли и горы, а 30% – это пляжи и кокосовые плантации. Но мы пока особо не катались по нему, сейчас покатаемся и посмотрим вообще, что здесь есть. Но, по идее, здесь должно быть красивее и здесь классная природа. А, кстати, также на этом острове любил отдыхать бывший король Таиланда. И он здесь отдыхал, по-моему, 14 раз или что-то такое. И вообще, я до уши сгорел, я думаю, по мне видно. У меня все обладит повсюду, у меня очень сильно сгорело шея, сзади и спереди вообще нос, лоб. Так что не забывайте мазаться кремом от загара. Несмотря на то, что у меня смуглая кожа, у меня она очень чувствительна почему-то к солнцу. И я всегда сгораю буквально быстрее, чем все остальные. Все, мы взяли байки, вот мой байк. И сейчас поедем кататься по всему острову. Точнее, тут по всему острову нельзя кататься, дорога нормальная, есть только на одной стороне. И вообще здесь очень опасно, поэтому я надеюсь, что с нами все будет хорошо. Потому что очень много отзывов по поводу того, что здесь все падают и дороги ужасные. Но мы сейчас доедем до самого конца острова, а потом, наверное, уже будем потихоньку смотреть пляжи. Я думаю, я вам сегодня уже что-нибудь покажу. Музыка Блин, я попытался снять все эти спуски. Это жесть. Просто нереальная жесть. Но при этом есть плюс. Мне нравятся все эти виды, когда ты спускаешься с горы и вид на остров. Это просто непередаваемо. Это нужно видеть. Мы остановились, чтобы просто посмотреть на пляж. Я надеюсь, меня будет слышно. И это Банкай бич. Он огромный, но, если честно, мне вообще не нравится, потому что здесь грязновато и просто грязно. Скорее всего, еще очень мелко. Вот так вот выглядит. Ничего вообще особенного. Здесь в кафешке можно заниматься кайтсерфингом. А вон остров Самуи, с которого мы приехали. С Новым Годом, ребят! С Новым Годом! Походу, это правда китайский Новый год, а там еще бесплатно всех их кормят. Нифига, я даже в Китае такого особо не видел. Все, едем дальше. Классно вообще. Мы сейчас идем на какой-то пляж, сами не знаем на какой. Здесь вот такая дорога. Жара невероятная просто. И я опять, наверное, сгорю. Я не знаю, что там внизу, но сейчас выглядит все как всегда по-райски. Посмотрите на цвет воды. Класс. И спускаемся вниз. Ой, это какой-то дикий пляж. Это совсем какой-то малюбасенький пляж. И там купаются голые девушки. Вон там она уже зашла в воду. И я сейчас посмотрю, что это название, вообще как он называется. Но здесь правда рай. Короче, я так и не нашел, как называется этот пляж. Потому что если вы хотите позагорать нагишом, то вам сюда. Потому что там, да я дальше уже не снимал, там все голые загорают и нормально. В основном там немцы. Ну, короче, если вы любите нудистский пляж, то вам сюда. Только я не знаю где это, я попробую. Потом, когда буду монтировать, может отметить на карте. У нас еще одна остановка, и мы находимся на пляже Хин Хон. Почему мы здесь остановились? Потому что, если вы видите, там вдалеке коса. И мы сейчас именно туда пойдем. Я одел чехол, и меня уже будет плохо слышно. И я иду в море. Складывается ощущение, что как будто я на берегу, я на пляже. А на самом деле до берега-то далеко. Посмотрите на вид, на эти горы, на небо. Это просто кайф. И я пошел релаксировать. Буду валяться сейчас на этом песке и ни о чем не думать. Все, мы искупались. Отдохнули. И едем дальше. Смотреть, что есть еще на этом острове. Здесь опасно ездить на байке. Поэтому, если вы очень плохо катаетесь, то лучше не стоит, наверное. Просто или будьте аккуратными. Также здесь очень много природы. И все не так разно, как на Самуи. И мне это нравится. Вы знаете, что я люблю, чтобы все было так, по-дикому. Потому что уже невероятно устал от всего этого города. Мы доехали еще до какого-то пляжа. Тут практически уже дорога закончилась. То есть, посмотрите на цвет песка. Он просто белоснежный. Белый-белый песок. И, по-моему, здесь море глубже. Можно поплавать. И также, я думаю, что там подальше можно поснорклить. Мы сели в кафешку. Она находится прямо недалеко от моря. И я все не могу насмотреться на эту красоту. Вот посмотрите, реально, да? Похоже, как будто реклама. Реклама баунти. Я все-таки нашел, где мы. Мы находимся в Чалок-Лум. В Чалок-Лум-бэй. И здесь, правда, очень классно. Но, скорее всего, мы не будем купаться, а просто поедем дальше. Посмотрим, что дальше здесь. Вот есть кафешки, которые мы сейчас кушали. Потом здесь всякие бунгало, видите? Так что можно прямо приехать и здесь остаться. Мы доехали до Коконат-Бич. И он находится недалеко от того места, где мы только что были. Припарковали здесь мопеды. Сейчас идем пешком. Хотя здесь можно было проехать. Мы немного расстроены, потому что думали, что он будет круче. И народа много. Я думал, будет чуть поменьше. Небольшая такая бухточка. И совсем небольшой пляж. Наверное, метров 250 где-то здесь начинается. И он там заканчивается. Мы едем дальше. Но, скорее всего, больше не будем заезжать на пляж, а просто покатаемся. Сейчас будем ехать дальше к нашему отелю. И я одобряю этот пляж. Он хороший, мне понравился. Здесь можно позагорать, здесь можно покушать. Здесь можно поплавать и поснорклить. Ну, конечно, поснорклить не так, как на Филиппинах или где-нибудь, я не знаю, на классных островах. Но все равно нормально. Есть рыбки. Там прям были стаи даже. Мы тут ехали, ехали, ехали и увидели дерево, которое высотой 53 метра. Да, серьезно, 53 метра, а толщина у нее 14 метров и 64 сантиметра. И ему 400 лет. Смотрите, кто здесь. Прям по проводам охренеть. Вот если она, кстати, попадет вот там, где оголен будет провод, ей просто будет хана. Вообще, по идее, они здесь везде. Вот еще. Но просто они боятся людей и обычно уходят немножко подальше. Скоро закат, поэтому мы отправляемся в наш отель, где офигенные закаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова